Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 января 2022 года полюбившиеся всем QR-коды можно будет получить не только за факт прививки вакцины от ковида, не только за факт заболевания ковидом, но теперь еще и за факт наличия антител в крови россиянина. Вот такое радостное, как считают в правительстве России, послабление для всех, кто не хочет ставить ни прививки, для тех, кто не болел и может быть даже и для тех, кто считает, что ковида не существует. Но тем не менее, приди с 1 января, нужди QR-код в поликлинике или в каких-то медицинских центрах, сдай анализ крови, докажи, что ты неуязвим, как считают в правительстве, и будь свободен на полгода, столько будет действовать QR-код, если у тебя есть антитела. У меня такое впечатление, что правительству Голиковой, федеральной верхушки, не профилактика коронавируса важна, а QR-коды, чтобы вот их любым кнутом, любым пряником люди все-таки себе установили, предъявляли и отсчитывались. Как многие отмечают, находясь в цифровом концлагере, отслеживая нас, предъявляя эту личную медицинскую информацию посторонним людям, вполне можно понять, те, кто не одобряет QR-коды, что очень непоследовательно себя ведет власть, даже с этими антителами. Какую защиту дают антитела человеку, если он сталкивается с болезнью? Он ведь все равно, если заражается, пусть даже в легкой форме, он становится носителем коронавируса, даже являясь носителем и антител. Он имеет возможность, риск заразиться, переносить и заражать других коронавирусом. Имеет значение качественный анализ на антитела или количественный? Есть у тебя антитела или есть точное число? Ведь есть некая пороговая сумма единиц антител. Она измеряется БАО на миллилитр. И примерно 31-32 БАО на миллилитр считается тем порогом, когда вроде бы антитела есть, но их недостаточно для иммунного ответа. В институте Гамалеи говорят, что нормальный иммунный ответ формируется при наличии 300-500 БАО на миллилитр. Однако в правительстве России махнули рукой, говорят, лишь бы были. Так, друзья, тогда какая же это защита, если вам не важно, сколько антител. Чем их больше, тем лучше. И будь их хоть 100% от возможного, все равно человек подвержен риску заразиться коронавирусом. А нам говорят, ну будут, получи QR-код. Что вы думаете об этой инициативе? Считаете ли вы, что в дальнейшем только плюсы от цифровизации общества от QR-кодов или минусы, риски, слежения, отчеты, цифровой концлагерь и прочее представляют угрозу для общества, для простых людей? Напишите, поделитесь своим мнением. Продолжение следует. bo управzenia. Продолжение следует... Продолжение следует...